Космос — это невероятно красивое и загадочное место. Неудивительно, что мы по-прежнему многого не знаем. Но, к счастью, информация постоянно пополняется, и теперь мы можем ответить на некоторые важные вопросы. Что находится внутри черной дыры? Существует ли девятая планета в Солнечной системе? Какие звуки издает черная дыра и многое другое? Черные дыры. Черные дыры — это реальные астрономические объекты. Они возникают, когда настолько массивная звезда их черпывает свои ядерные резервы и коллапсирует под воздействием гравитационных сил. Если по-простому, то звезда испытывает тяжелый кризис. Это приводит к образованию экстремально плотного и массивного скопления вещества, из которого ничто не может уйти. И да, свет тоже. На основе наблюдений математических моделей ученые обнаружили многочисленные черные дыры как в нашей галактике, так и в других галактиках. Они также представляют собой важные объекты изучения в области астрофизики и космологии. И над ними продолжается активное исследование. Черная дыра опасна из-за своей огромной гравитационной силы, которая позволяет ей поглощать все, что находится в ее охвате. Если объект попадает в пределы событийного горизонта черной дыры, то он не может сбежать из ее влияния и будет неизбежно поглощен. Однако, для большинства объектов в космосе черные дыры не представляют непосредственной опасности, так как они находятся на значительном удалении от Земли. Кроме того, в галактиках, включая наш Млечный Путь, существует множество звезд и других объектов, которые удерживаются в стабильных орбитах вокруг черных дыр. Одним из потенциальных опасностей черных дыр является их влияние на окружающую среду в космических системах, особенно в случаях активного поглощения материи и выброса мощных источников энергии и излучений. Однако, для этого требуется значение близкого взаимодействия с другими объектами или условиями, которые способствуют активности черной дыры. В целом, черные дыры могут представлять интерес для изучения и понимания ученых, но непосредственные опасности, связанные с ними, для нас пока остаются теоретическими или ограниченными конкретными космическими событиями. Внутри черной дыры находится область, известна как событийный горизонт. Событийный горизонт – это точка, за которой гравитация черной дыры настолько сильная, что ничто, даже свет, не может покинуть ее. Поэтому, на самом деле, нам неизвестно, что находится внутри черной дыры, так как никакая информация не может покинуть границу событийного горизонта, и до наших наблюдений доходит только информация, которая находится на его границе. Существуют различные теории о том, что происходит внутри черных дыр, однако, пока нам не удалось наблюдательно подтвердить ни одну из них. Самая популярная версия гласит, что в центре черной дыры расположена сингулярность, образовавшаяся в результате кредитационного коллапса или кризиса вещества, в сингулярности, где плотность материи формально бесконечна. Известные законы физики уже неприменимы. Скорее всего, там царят пока неизвестные нам законы квантовой гравитации. Далее в видео вы услышите настоящие звуки черной дыры, узнаете про единственного человека, похороненного на Луне, а также как правильно путешествовать во времени. Вся эта информация никуда не денется. Вы ее услышите через несколько минут, но для начала, предлагая посмотреть, что находится на другом конце черной дыры. Начнем с одной из самых интересных и немного фантастической теории. Она гласит, что на другом конце черной дыры может быть белая дыра. Вся материя информации, поглощенная черной дырой, выбрасывается белой дырой в другую вселенную, причем из будущего в прошлое. Но что же такое представляет из себя эта белая дыра? Белая дыра это гипотетический физический объект во вселенной, в область которого ничто не может войти. Белая дыра является временной противоположностью черной дыры и предсказывается теми же уравнениями общей теории относительности, что и черные дыры. Иными словами, черная и белая дыра в совокупности представляют из себя некий фартал один конец. Несмотря на всю лаконичность этой теории, большинство физиков считают, что существование белых дыр в природе невозможно. Замедление времени. Звучит как название новой серии в каком-то научно-популярном сериале. Однако, это вполне реальное явление. Первым это явление описал Альберт Эйнштейн в своей теории относительности. Чтобы лучше понять, как это работает, предлагав взглянуть на пример, представьте, что вам 20 лет, а вашему лучшему другу 18. Вы на скорости света улетаете в космос на ракете ровно на 5 лет. После своего возвращения вы обнаруживаете, что вам 25 лет, а вашему другу уже 65. До сих пор не поняли? Не беда. На этой анимации красные часы воспринимаются как замедленные в локальной системе отчет осенних часов. Конечно, в этой анимации время ускорено, но, как по мне, суть показана отлично. Кстати, чтобы спутники GPS работали согласованно с системами на Земле, они должны быть отрегулированы согласно искривлению пространства-времени. Жаль, этот принцип работает только в одну сторону, то есть в будущее. С помощью этого явления вы можете перемещаться во времени. Однако, только в один конец, с помощью замедления времени у вас не получится переместиться в прошлое. Меня это явление впечатлило очень сильно. А какое впечатление оно произвело на вас? Юджин Шумейкер Думаю, вы догадались, что это единственный человек, который похоронен на Луне. Первым землянином, кому посчастливилось вступить на Луну поверхность, был Нил Армстронг. И случилось это в далеком 1969 году, но почему-то не его удостоили чести быть похороненным на спутнике Земли. Таковым стал Юджин Шумейкер, праг которого был доставлен в 1999 году на Луну станции Лунар Проспектор. Надо сказать, что этот человек не просто какой-то прахожий и даже богач. Юджин Шумейкер был известным ученым. Он много лет своей жизни посвятил поиску урановых местонахождений, изучению вулканической активности. И уже позднее Шумейкера заинтересовали метеориты и другие космические тела. Именно он стал основателем нового направления в науке астрогеологии. А главной мечтой ученого был полет на Луну. Однако годы подготовки пошли на смарку. Ученый заболел, так и не совершив высадку на спутник нашей планеты. Но Шумейкер не отчаивался и продолжал следить за просторами космоса через телескоп. В исследованиях ему очень сильно помогала жена. Благодаря им в 1993 году была открыта новая комета, названная в честь их комета Шумейкера в Леви-9. Интересно, что именно эта космическая тела стала первым в истории астрогеологии, которую наблюдали в прямом эфире во время столкновения с Юпитером. По трагической случайности Юджин Шумейкер попал в аварию. Это произошло в 1997 году. Ученый погиб на месте, а супруга получила травмы средней степени тяжести. После ухода Юджина Шумейкера из жизни, его последователи вместе с Женой решили исполнить мечту великого ученого, послав часть его праха на Луну. 31 июля 1999 года американская станция Lunar Prospector успешно приземлилась на спутнике Земли. После забора грунта и проведения научных исследований аппарат нырнул в кратер рядом с Южным полюсом Луны и рассеял по его поверхности прах астрогеолога. Так ученый стал первым землянином, похороненным в открытом космосе. Девятая планета. Солнечная система. Наиболее изученная часть космического пространства. По официальной версии она включает 8 планет. В действительности их число может быть значительно больше. По оценкам ученых в Солнечной системе может находиться еще около 2000 потенциальных карликовых планет. Ну конечно, мы бы уже о них знали. Однако многие астрофизики признают наличие 9 крупной планеты. Она размером с Нептун и в 10 раз тяжелее Земли. О существовании загадочной планеты Х ученые стали догадываться еще в 2014 году. А в 2016 получили первое доказательство с помощью компьютерного моделирования. Луна нас покидает. Луна постепенно удаляется от нашей планеты. И это не чьи-то пустые размышления, а подтвержденный факт. Правда, происходит это с очень незначительной скоростью 38 миллиметров в год. Исследователи из Висконсинского университета в Мэдисоне и Колумбийского университета рассчитали, что полтора миллиарда лет назад земные сутки длились примерно 18 часов. В то время Луна находилась к Земле на 44 тысячи километров ближе, чем теперь. По мнению астрофизиков, возросшее расстояние повлияло на вращение планеты вокруг своей оси, а вместе с тем на климат и продолжительность дня. Еще через несколько миллиардов лет орбита Луны увеличится примерно вдвое, что, как вы понимаете, повлияет на сутки тоже. Однако со временем они перестанут раздаляться друг от друга, и спутник вновь начнет двигаться к Земле. Звуки черной дыры. То, чего вы все так долго ждали. В 2003 году у астрономы обнаружили нечто поистине неудивительное. Акустические волны, распространяющиеся через огромное облако газа, окружающие сверхмассивную черную дыру в центре скопления галактик Персей. Их частота была настолько высокой, что мы не смогли бы их услышать. Среди них была и сама низкая нота во Вселенной. Когда-либо обнаружена людьми, она находится значительно ниже пределов человеческого слуха. Именно поэтому специалисты из НАСА обработали эти звуковые волны из черной дыры на расстоянии в 250 миллионов свитовых лет от Земли так, чтобы звуки стало слышно. Пришлось понизить музыку на целую октаву и добавить несколько нот, чтобы получить то, что вы можете услышать прямо сейчас. Для тех, кто не в курсе, октава – это музыкальный интервал, в котором соотношение частот между звуками составляет 1 к 2, то есть частота высокого звука в два раза больше низкого. Эти звуки – это не просто любопытный научный эксперимент. Разряженный газ и плазма, которые дрейфуют между галактиками в скоплениях галактик, известная как внутрикластерная среда, плотнее и намного горячее межгалактической среды за пределами скоплений галактик. Звуковые волны, распространяющиеся через внутрикластерную среду, являются одним из механизмов, с помощью которого внутрикластерная среда может нагреваться благодаря переносу энергии через плазму. Поскольку температура помогает регулировать звездообразование, звуковые волны могут играть жизненно важную роль в эволюции скоплений галактик в течение длительных периодов времени. Это тепло позволяет нам также обнаруживать звуковые волны. Поскольку внутрикластерная среда очень горячая, она ярко светится в рентгеновских лучах. Рентгеновская обсерватория Чандора позволила не только обнаружить эти звуковые волны, но и обработать их и превратить в пугающую музыку. Что скажете? Ну а в комментариях напишите, хотели бы вы когда-нибудь побывать в космосе. А также если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.